Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы событий. С вами Марина Матвеевна и в ближайшие 25 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе и коротко о главных темах выпуска. Стало известно, сколько запросит прокурор для убийц жены Вашуркина. В Самаре начали рассматривать дело о жестоком нападении на начальника отдела полиции города Отрадного и его жену. Часть первая – выход тяжелой техники. Самарский дворец спорта начали разбирать. В конце недели начнутся высотные работы. Небазарный день. В Октябрьском районе Самары штрафуют незаконных лоточников. До чемпионата мира осталось менее 300 дней. Самара готовится встретить это масштабное событие. В пятницу в рамках рабочего визита Самарскую область посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко. Вице-премьер побывал на строительной площадке стадиона Самара-Арена в парке Гагарина и на набережной. Подробности в нашем сюжете. Финал областного турнира «Лето с футбольным мячом» проходит в особо торжественной обстановке. За игрой наблюдают заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Николай Меркушкин. Меньше года осталось до игры мирового значения, которые пройдут в Самаре. Футболисты и болельщики областных команд смогут достойно представить город как спортивный. Со счетом 2-1 победу одерживает команда Самары, оставляя почетное второе место игрокам из Сергеевска. Турнир завершается, но футбол остается во всех дворах Самары. Для участников подготовили мастер-классы с профессиональными футболистами. Встреча с послами чемпионата мира – дружеские матчи. Вице-премьер Виталий Мутко сегодня посетил Самару, чтобы на месте увидеть, как проходит подготовка города к чемпионату мира. В ходе визита он осмотрел, как проводятся реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта и строительства стадиона «Самара-арена». Отдельный пункт в программе – Самарская набережная. Еще 6 лет назад на этом месте были распивочные заведения. Сегодня Самарская набережная – одна из красивейших в Европе. Везде цветы, оборудованы спортивные площадки, играет духовой оркестр. Как преобразилась территория отдыха, сегодня показывают вице-премьеру. Виталий Мутко прошел участок в сопровождении губернатора и главы города. От памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА. Городу точно будет, где принимать самых взыскательных футбольных болельщиков. Поближе познакомиться с историей и традициями города можно уже сейчас. В павильоне работает интерактивный музей, который рассказывает об основных этапах развития города и его традициях. Важно, чтобы город надолго запомнился гостям со всего мира. Флан-зоны – это абсолютно другое. Это сюда придут те, которым ничего, не твои достопримечательности, но они придут сюда и будут домача керосинить, гулять, танцевать, кричать речевки. Но тот, кто сегодня будет, захочет, ну что, у него хоть два часа, дай я схвачу. Что в Самаре схватить главного? Что? Ну в Москве все понятно, все пойдут на Красную площадь, все пойдут в могилы, там неизвестно совсем. Все там, понимаешь, есть куда, так сказать, Питер, да, Дворцовая площадь, там Исааки, там памятник Петру, на Неве прокатиться. Три-четыре надо выбрать главных, главных вещей. Это в каждом городе. Да, в каждом городе. Месяц чемпионата, в течение которого будет проходить фестиваль болельщиков. На это время запланировано более 150 мероприятий культурной программы. Олег Зверев, Максим Гусев, Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События. От 8 до 25 лет колонии могут получить обвиняемые в нападении на семью Вашуркиных. На этой неделе в гарнизонном военном суде начались прения сторон. По версии следствия, пятеро молодых людей прошлой зимой напали на главу отрадненской полиции и его супругу в собственном доме. В результате Дмитрий Вашуркин с тяжелыми травмами попал в больницу, и его жена Екатерина скончалась от травм. Репортаж Марианы Мирной из зала суда. 25 лет колонии строгого режима запросила сторона обвинения для подсудимого Яранкина, который по версии следствия убил Екатерину Вашуркину, жену полицейского. Также прокурор требует взыскать по 3 миллиона рублей морального ущерба в пользу матери погибшей и мужа. Следствие уверено, убийство совершил лишь один человек, остальные избивали и грабили. После того, когда Яранкин совершил убийство, он высказал мысль, что необходимо поджечь дома. Отчего Елтышев и Екатерина отказались, поскольку их умыслом не охватывалось в совершении убийства. Это полностью совершил, скажем так, по своей инициативе Яранкин. Он совершил убийство. Еще трое подсудимых могут провести за решеткой от 8 до 14 лет. А вот девушке, которая по версии следствия только помогала скрыть следы преступления, прокурор попросил назначить штраф в 50 тысяч рублей. Сами же свою вину признали, правда частично, и рассчитывают на менее суровое наказание. Я считаю все обменяемым. Я считаю, на тот момент у меня было вызвано психическое неуспользование. Адвокат Яранкина утверждает, никакого сговора не было. Семью полицейских хотели лишь ограбить. А дальше ситуация вышла из-под контроля. Если с Яранкина снимут обвинение в организации убийства, срок наказания существенно сократится. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Овощи и фрукты вне закона в Октябрьском районе Самары пощекотали нервы лоточникам. Проверяли не только разрешение и сертификаты на продукцию, но и гражданство продавцов. Чем грозит иностранцам торговля из багажника, машина знает Андрей Горгуленко. Точка обезличенная. Написано «фруктовый магазин». Это специально делается для того, чтобы по чекам нельзя было предъявить никаких претензий. Ни налоговая инспекция не может предъявить, ни полиция, ни служба судебных приставов. Овощи, фрукты, дневную выручку и даже аппарат для оплаты картой. Сбежавший продавец оставил абсолютно все. Теперь все продукты будут изъяты для уничтожения. А вот другому продавцу скрыться не удалось. Мало того, что женщина поставила машину под запрещающий знак, занималась незаконной торговлей, так еще и является иностранкой. По закону ее ждет депортация на родину. Женщина из граждан Азербайджана. На нее будет вставлено два протокола. По статье 18.7 часть 2 КУАП РФ и 18.8 часть 1 КУАП РФ. И материал будет направлен в суд для дальнейшего их неврассмотрения. Скорее всего, будет во дворе, а не за пределами всей Федерации. Торговля на улице Челюскинцев – острая тема для жителей Октябрьского района. Здесь постоянно большой поток людей, а лоточники сужают и без того не самый широкий тротуар. К тому же улица станет популярной для гостей города, а ее пейзажи портят коробки с овощами и фруктами. Здесь гостевой маршрут от проспекта Ленина к реставрированной сейчас набережной реки Волги и к нашему символу города Ладье. И поэтому для нас, конечно, очень обидно, когда к нам приезжают гости, тем более самарды и сами жители проходят, и проходят через вот эту несанкционированную торговлю. В прошлом году лоточники занимали и другую сторону улицы Челюскинцев, но их удалось ликвидировать. И теперь у горожан есть отличное место для отдыха и прогулок. Облагораживать будут и вторую половину. В прошлом году у нас реконструкция прошла одной стороны улицы. Если помните, там было то же самое, такое же столкотворение торговцев. Сейчас там порядок, чистота, люди сидят, отдыхают, лавочки, цветы. На этой стороне тоже самое планируется укладка плитки, ликвидация незаконных торговых мест. В качестве альтернативы предпринимателям предлагают места на крытом рынке в районе оврага подпольщиков. А для пенсионеров-дачников постараются выделить отдельную торговую зону для сезонных продаж. Для этого ее оформят в едином стилевом решении со всей улицей, которую ждет реконструкция. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Лед тронулся. Последние дни доживает старое здание Ледового дворца спорта на Молодогвардейской. Реконструкции оно не подлежит. И его подрядчикам предстоит полностью разобрать старое строение, на месте которого возведут новый дворец, уникальный по своей конструкции. А по функционалу в разы превосходящий старый. Как идут работы по демонтажу, увидела Марина Кравцова. Столб пыли, горы металла и поломанного бетона. Так выглядит площадка рядом с Ледовым дворцом спорта на Молодогвардейской. Подрядчикам предстоит провести полный демонтаж, после которого останется только котлован и частично сваи. Работы выполнили процентов на 15. А сострой площадки уже перенесли все коммуникации. Разбирают дворец в центре города. Поэтому подход бережный. Внутрь здания журналистов не пускают, находиться там уже опасно. Работы по демонтажу идут полным ходом. Сейчас разбирают стены. Кульминации стоит ждать к концу этой недели, когда приедет тяжелая техника. Большой экскаватор со специальными ножницами. Ими будут резать фермы, металлические конструкции, которые поддерживают кровлю стадиона. В результате чего без лишнего шума и пыли крыша просто сложится внутрь. Откуда ее будут разбирать уже по кусочкам. Оборудование, пригодное для спорта, сохранили. Произведен частичный демонтаж того оборудования спортивного, которое в дальнейшем можно использовать. Которое передано Минспорт. Это хладоустановки, частично оборудование зала, всякие панно. То, что может быть использовано на спортивных площадках или на открытых спортивных площадках. На демонтаж дано два месяца. После на этом месте начнут возводить новый дворец спорта. Здание будет выше, шире, длиннее старого. Площадь увеличится почти в два раза. С 14 тысяч квадратных метров до 26 тысяч. Здание будет выполнено в стиле модернизм с элементами античной архитектуры в виде галереи клонат. Вперед на площадь выдвигается галерея, в которой возможен доступ как на один уровень, так и на второй. Там можно будет собираться, прятаться от дождя. Проект нетиповой. Вместо одного ледового поля будет целых три. Основное тренировочное и лед для керлинга. Уникальность в расположении площадок будет два яруса, один над другим. Вместимость главной арены 5000 мест. Здесь же можно будет проводить и концерты. А после завершения строительства предстоит благоустроить площадку вокруг. Памятник Высоцкому вернут на прежнее место, а рядом высадят деревья. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Масштабные обновления Самары. Улицы, дворы и фасады зданий приводят в порядок. Часть из них отремонтируют и благоустроят к чемпионату мира по футболу. Но и после Мундиали работы будут продолжены. Кроме того, Самара стала участницей федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Планы на этот год узнавал Олег Зверев. Метр за метром усадьба Зеленка снова становится единым архитектурным комплексом. Дом по адресу улицы Самарской, 179, одно из четырех зданий, которые ремонтируют волонтеры Том Сойерфеста. Качество постройки таково, что здание позапрошлого века простоит еще сто лет. А вот фасад пришел в запустение. Чтобы восстановить его, глава города принял личное участие в малярных работах. Ну это счастье, что мы можем сохранить наследие. Мы хотели бы видеть вообще это усадьбой, как это изначально было. Усадьба Зеленка, она и предполагала дом-особняк Зеленка, и флигель, и пристрой к флигелю. Самара обновляется ежедневно. Задача, чтобы в первую очередь в историческом центре не осталось ни одного неухоженного здания. Часть из них приведут в порядок к чемпионату мира по футболу. В этом году будет отремонтировано 174 фасада. Большой вклад в эту работу вносят предприятия и общественные организации, которые по инициативе главы города стали участниками соглашения по созданию комфортной городской среды. Кроме того, в Самаре реализуются федеральные программы. Будут благоустроены почти 200 дворов, а также улицы, парки и скверы. Во всех проектах были учтены пожелания горожан. То, что за город взялись, и так мощно, и на каждом углу нашего большого города, не только в старом центре, но и в принципе, и в спальных районах, это, конечно, не может не радовать. Потому что слишком много лет такое ощущение, что Самары не занимались совсем. И, конечно, это радует, потому что наш город достоин гораздо большего, а в старом центре у нас много и памятников архитектуры. И программу «Максимум» сохранить для потомков уютные дворики старой Самары. Олег Зверев, Константин Главин. События. Историческая атмосфера и современные оснащения. Капитальный ремонт Струковского сада завершится к ноябрю. Упор не только на красоту, но и на долговечность и надежность. А главное – удобство для горожан. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Аккуратные дорожки, новые фонари и все та же неповторимая атмосфера исторического флера. Так после ремонта должен выглядеть старейший сад Самары. Открыть его для посещения должны к ноябрю. Подрядчики уже практически завершили все скрытые работы. Проложили коммуникации около 8 километров электрокабеля для освещения и системы автополива газонов. По проекту около 21 тысячи квадратных метров дорожек будет выложено плиткой. Полторы тысячи квадратных метров заасфальтировано. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Пока погода благоволит, подрядчикам поручено ускорить темпы. Мы регулярно здесь будем присутствовать, у вас мониторить. Через моих специалистов, через главу района. И нам будет полностью картина видна. Немало внимания именно инженерным вопросам. Старый забор парка разрушался от большого количества воды, которая стекает после дождя. Этот вопрос решили созданием специального желба, по которому вода будет уходить в ливневке. Будут водоотливные каналы идти по склону, которые будут приходить в этот канал. Строители обещают, что и обновленный скейт-парк удивит. Он должен соответствовать мировым стандартам. Сейчас принимается решение по строительству сборно-разборного из металла и дерева скейт-парк, но который будет соответствовать международным нормам. Прорабатываем сейчас этот вопрос с двумя компаниями, в том числе и Самарской. Ландшафт Струковского сада достаточно необычный. И сомнения вызвали спуски рядом с каменным гротом. Удобны ли они будут для горожан? Вердикт предстоит вынести самим самарцам. В ближайшее время сюда пригласят общественников. И если их мнение будет на то, чтобы поменять проект тротуарных дорожек, пешеходных дорожек, мы на это пойдем. Пока время позволяет нам такие коррективы внести. Общественный контроль будет и на других важных стройках, которые идут в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В рамках программы развития городской комфортной среды мы развернули широкое обсуждение элементов программы в городе. В результате чего у нас появилось финансирование на знаковые объекты города. Это четвертая очередь набережная. Это площадь Куйбышево, Сроковский парк. И значительное количество дворовых территорий в этом году мы также приведем в поверку. Работы на площади Куйбышева идут даже с опережением графика. Уже проведены все коммуникации, необходимые, чтобы площадь стала более современной и удобной для проведения праздников. На 25 тысячах квадратных метров выполнено черновое покрытие. Открыть главную площадь города тоже должны к ноябрю. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Город засыпает, просыпаются дорожные рабочие. В Самаре полным ходом идет ремонт улиц в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Комплексный ремонт провели и на улице Алексея Толстого. Вместе с дорожниками ночью работал Андрей Горгуленко. В пару мгновений вот улица Алексея Толстого покрыта битумной эмульсией и готова, чтобы здесь уложили верхний слой асфальта. Смесь улучшает сцепление слоев. Как только весь участок будет покрыт эмульсией, рабочие начинают укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он гораздо прочнее, влагой и термоустойчивее обычного асфальта. По словам дорожников, улица особых сложностей не вызывает. Однако при подготовке к работам пришлось учитывать небольшой перепад высот. У дороги был свой профиль, существующий, и поэтому фрезеровали как бы уже по уклонам. Чтобы вывести уклоны соответствующие, то есть где-то спилили 10 сантиметров, где-то 15. И так как бы вся дорога, чтобы выровнять профиль дороги. На улице Алексея Толстого по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» проводят комплексный ремонт. Ему подлежит участок от Некрасовской до Крупской. Обновляют дорожное покрытие, борты, газоны, тротуары. Если есть возможность, добавляют парковочные места. На всех этапах производства качество работы проверяют специалисты дорожного хозяйства. После производства выполненных работах будут отобраны керны, будут проведены испытания на физико-механические, на толщину. Если, допустим, керн не проходит, они этот участок или переделывают, или он просто не принимается заказчиком. Работы выполняют преимущественно ночью, но горожане относятся к ним с пониманием. Говорят, одну ночь потерпеть, зато дорога будет хорошей. Постепенно город приходит в норму, в порядок. Смотришь, одна улица сделана, вторая. Ну, поприятнее стал ездить. Основной объем работ планируется завершить до 31 октября. Контракт на комплексный ремонт улицы двухгодичный. Поэтому некоторые виды работ, обновления, разметки, установку дорожных знаков будут проводить весной, как только позволят погодные условия. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Самаре до конца года приведут в порядок около 40 улиц. Еще больше 20 планируют сохватить работами по федеральному проекту в следующем году. Андрей Горгулин, Артем Шулайманов. События. Жить долго и с удовольствием. В Самаре работает больница, которая оказывает специализированную помощь людям старше 65 лет. Врачи-гириатры с сентября появятся и во многих поликлиниках и районных больницах области. Эти специалисты знают все особенности здоровья пожилых людей. И лечение назначают максимально деликатное, но эффективное. Репортаж из 1-й Самарской гириатрической больницы. Чувствует себя на 25, по паспорту 77, а умный аппарат определил 75 лет. Борис Пустовалов проходит лечение в Самарской гириатрической больнице. Поступил сюда на скорой во время ночного приступа. Дышать было невозможно. Я мог вдох, вот выдох такой, типа этого. Выдыхал, ну, жена тут сполошилась и вызвала скорую помощь. Считаю, что да. Мы чистого света. Биологический возраст пациента определяют на сканере сосудов. Таким японским аппаратом могут похвастаться единицы клиник по всей стране. Сканер снимает показания и анализирует данные автоматически. В результате выдает полную картину состояния организма и биологический возраст пациента, который может существенно отличаться от официального. Если меняется сосудистая система человека, значит он начинает стареть. Этот прибор показывает, как стареет человек. Видите, нет ни одного прибора у нас, который измеряет давление и на руках, и на лодыжках, и на ногах. Кроме того, еще пишется одновременно кардиограмма. В гериатрической больнице лечение проходит почти 5000 человек в год. Возраст их от 65 лет. Попадают сюда пациенты по направлению участкового врача, либо экстренно больных привозят скорые. В стационаре пожилым оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Пациенты серебряного возраста требуют особенного отношения и внимания медперсонала. Одна из основных особенностей – это полиморбидность так называемая. То есть у людей старших возрастных групп, как правило, не одно заболевание, а к этому возрасту уже три и более заболеваний. Люди старших возрастных групп требуют внимания специалистов, знающих особенности старения, особенности течения заболеваний у людей старших возрастных групп. Сейчас в больнице идет ремонт. Приводят в порядок отделения, где будут наблюдаться маломобильные и сложные пациенты. В больнице не ставят целью вылечить болезнь. Зачастую в таком возрасте это и невозможно. Но врачи стараются поддержать здоровье пациента и улучшить его самочувствие. Благодаря такой заботе о людях старшего поколения, средняя продолжительность жизни увеличивается каждый год. На сегодняшний день это 72 года в Самарской области. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Волга забелела парусами. 20 крейсерских яхт приняли участие в двухдневной регате, посвященной памяти легендарного советского спортсмена Николая Мясникова. Первый олимпийский чемпион СССР был одним из основоположников парусного спорта в Куйбышеве. Регаты в его честь проходят начиная с 1974 года. Инга Пеннер, прошедший гонку вместе с одним из экипажей, доказала, «Женщина на борту не к беде, а к победе». Азарт, адреналин и быстрота реакции дрога каждая секунда. Это ветер дует всем одинаково, а позиция у каждой яхты разная. И потому многое зависит именно от самого старта. Передышка небольшая. После поворота для того, чтобы ловить попутный ветер, команда поднимает третий парус. Яхтмена его называют «Геннакер». Он самый большой, эффективный и, безусловно, самый эффектный. Алый, словно дань героям Грина. Впрочем, суровые речные волки в романтическом настрое не признаются. Яхта уверенно набирает скорость в четыре узла. Сегодня ей предстоит пройти три коротких дистанции по три морских мили каждая. Такие спринты особенно держат в тонусе, признается капитан Владимир Самсонов. Он уже 40 лет ходит под парусом и давно для себя вывел формулу победы. Максимум мастерства и капли удачи. Элемент удачи всегда присутствует. Но удача, она... И то, что здесь старт, как бы старт динамический, поэтому важно не отвлекаться перед стартом, сконцентрироваться. Когда на финише проигрываешь, там два метра всего. Мы гоняемся, допустим, двое суток, там выиграл и поиграл, допустим, там две минуты просто. Вот сейчас мы и проверим правила, которые известны каждому ребенку. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Судно, экипаж которого любезно согласился взять нашу съемочную группу на борт, называется «Ракета С». И не раз побеждала в гонках. Кстати, сейчас мы в числе первых. Сфу-тьфу, чтобы не сглазить. Регата, посвященная памяти Николая Мясникова, он был первым олимпийским чемпионом СССР, проходит уже в 44-й раз. Это сейчас на Средней Волге одиноко белеют не больше пара десятков парусов. А ведь были времена, когда эти волны рассекали не меньше двух сотен яхт со всего Союза. Вспоминает Михаил Кольцов, ученик Мясникова и сам уже человек-легенда, отдавший парусному спорту более полувека. Волга белела парусами. Они отличаются очень сильно. Сравнить невозможно изменить небо и земля. У меня в яхт-клубе было больше двухсот вымпелов. Двести. Это был один из крупнейших яхт-клубов в стране. Тем более вузовский. Парусный спорт из массового, который поддерживался государством, постепенно превратился в элитарный. Но тем ценнее хорошие показатели в гонке. Кстати, команда Самары ГИС, даром, что женщина была на борту, яхте ракеты С принесла удачу. На финиш она пришла первой. Инга Пеннер, Василий Колдашов. События. В Самарском зоопарке поселился говорящий попугай. Нового питомца зовут Гоша. Это серый африканский попугай Жако. Этот вид считается самым разговорчивым. Такие птицы способны выучить около полутора тысяч слов. Некоторые даже произносят осмысленные предложения. Правда, новый житель зоопарка к широкой публике пока не привык. И в свой первый выход в свет сохранял гордое молчание. Гоша – птица домашняя. В зоопарк его отдали жители Самары. Месяц попугаю пришлось провести в питомнике на передержке. Теперь же его переселили к другим пернатам. Всего в зоопарке живут 45 видов птиц. Больше 250 особей. Гоша уже успел подружиться и с людьми, и с животными. И даже воет теперь по волчьи. Он говорит Гоша, он говорит кушать, он мяукает, как кот. Он уже научился выть, как волки. Рядом с ними у нас питомник находится. Булькающие звуки производит, свистит мелодии различные. Мы его тут учили. Очень хороший импровизатор. Я думаю, он здесь будет передразнивать других попугаев. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»